и всем снова здравствуйте уважаемые любители киберспорта продолжаем мы для вас трансляции топ-соло вип ой господи топ-соло вип топ-флорт of the points категории вип встречаются такие коллективы как тимпойнтер за красный hot love за синих а комментировать этот бой буду я ваня моя напарница надя им привет привет ваня привет ребята сегодня посмотрим интересный бой интересный я надеюсь вот ты что ты знаешь про один из коллективов я слышать слышала но так чтобы на слуху у меня были так не скажу какие-то определенные некие какие-то определенные игроки знакомы мне вот вот так как-то ну мы прошлый бой вы могли точнее видеть the squad это бронзовый призер был в прошлом году в этот раз мы для вас показываем team pointers они как вы понимаете серебряный призер проиграли в прошлом году такого вилоном и сейчас или побороться снова за чемпионский титул сейчас мы видим на карте что все самоуничтожились и принципе начинают потихоньку захватывать точки ты видишь и зидок вот это что-то как-то одну вижу да вот одно я вижу точно дикие фюрике как это такое не уник и не знаю что это значит я даже не уверен что я правильно прочитал но вроде как все нормально у ребят и у тех и у других мы видели кстати что team pointers набивали overdrive до начала раунда и тоже самое делаю outlaws это означает что прошаренные команды и все у них отлично ну да наверное скорее всего продуманная какая-то тактика и тресков они прям начали захватывать свои близ близ ближайшие точки вот я вижу что есть и тяжелые корпуса средний тяжелый вот такие ну смотри давай пройдемся сразу по составам за team pointers будет дюки фьюрики зика вете смерголян 2 макс и айлегис и мэйч кингов т.п. а за outlaws будут ака вон тью сун фою амар 511 кса автор и джокер и пока достаточно равный бой хотя я ожидал team pointers с фаворитами подходили к этому поединку а всего пока ведут даже проигрывают два очка ну да кстати и наверное не стоит отпускать слишком большой отрыв если отпустят то потом будет сложно перехватить точки и перетянуть как говорится одеяло на себя вот и вижу что прям так активного точки ей ты прям как-то не трогайте не захватываются средства кто не старается вот всегда для меня было тяжко играть когда есть урон по своим довольно таки тяжело и нужно как-то осторожненько мне кажется особенно когда ты играешь на рельсе или на страйкеры но кстати страйкеры нет вообще вот эти залпы страйкеров центр когда ты уничтожаешь своих и чужих то же самое на магнуме кстати магнум труд запрещен насколько я помню да ну вот знаешь еще вот так же я отношусь и к жиге например потому что если она начнет как аккуратно аккуратно ребята действует что мне очень нравится так чтобы вот не жечь своих потому что жига с устройством с прокачками она конечно вообще очень-очень вот смотри как овердрайвами пользуются в одиночку никто не включает но это же тебе не рандом в конце концов чтобы в одиночку в рандоме бывают такие которые вообще его не жмут благо все по науке все хорошо но вот уже выходит вперед первый раз как я понимаю за этот раунд team partners правда тут же их перехватывает outlast и сравнивают счет но тут я готов быть уверенным что до самых последних секунд мы не будем знать победителя слишком равная какая-то игра я с тобой полностью согласна тем более может быть ты как-то наблюдал за их игрой раньше я в этом человек новый поэтому я не знаю фаворитов не знаю поэтому вот я тоже считаю что вот до последнего мы наверное не будем знать потому что вот уже прошло половина почти да и и как-то так счет у нас не сдвинулся посмотрим ты не думаешь вот что смотря трансляции записи можно узнать какую-то тактику какой-то команды не там подстроиться как думаешь тяжело подстроиться тут все просто во первых карты разные во вторых каждый противник меняет свое вооружение и по ходу уже игры подстраиваться должен под противника кстати team pointers уже выходит вперед со счетом 30 такого у нас еще сегодня не было да это интересно так если я правильно понимаю все вижу то у нас на карте всего лишь 1 зиме 2 1 в одной команде такая другая правила да всего 2 зиме интересно вот внутри уже отрыв тоже хороший и повторюсь что если отрыв будет большой то потом сложно будет вернуть поэтому нужно поднапрячься да все это разрешено только одна из это на команду соответственно не могут ребята дети 6 на 6 мамонты но используют все таки да по одной зиме это аналогично но одна из это все таки нужно ответ уже много одна самая помета но вот тим у team pointers есть интересная особенная тактика они оставляют вторые овердрайвы до последней минуты даже там проигрывают не проигрывают они все равно пытаются бороться без вардрайвов и только в конце матча них юзит и в основном выигрывают раунды я помню таки перцы пытались сделать правда не очень удачно где ты какая-то особенная тактика не знаю ну выработанная значит проверенная им по душе я поиск пытаясь блять пизы работают отлично да мне не нравились фрезы так замедляют они ход и 203 да ты правда в овердрайва не оставляют два игрока я вижу катаются они не будут лежать поверь это уже протестировано многими трансляциями да и к тому же они выигрывают им нету смысла тут сейчас надо аут лобсом что-то делать чтобы сократить отставание а этим поинтерс все четко у них к тому же останутся еще овердрайвы дабы не проиграть этот раунд совсем в сухую кстати страйкера делю аут лобса на нем заполняет джокер понятное дело пушки корпуса тут я думаю все будет прокачано на фул не особо интересно смотреть ну конечно они бы не записали себе по категории если бы не были прокачаны поэтому отрыв уже существенный я так думаю что за две минутки мало что изменится но посмотрим что вернуть уже не смогут ну уже четыре он даже пять овердрайвов или шесть у тимпойнтерс вот они едут такими знаешь могучими кучками по четыре танка юзают овердрайвы захватывают все точки потихоньку и аут лобс пока ничего не могу сделать вот титана гром я вижу в их исполнении продав пройдет и пытаются что-то делать там переодеваться так понимаю по ходу раунда ребята из синей команды как-то вот они правильно делают не точку d и е захватывают ну да когда есть возможность захватить по отдельности когда нет противника а вот тогда когда идет борьба за точку то там двумя танками это минимум нужно захватывать чтобы ее захватить и побыстрее это осуществить потому что одного очень легко выпить какой-нибудь дальнобоем тем же громом тем же вот пулеметом которые есть поэтому в принципе но гром тут опять же опасно братья из-за того что сплэш да а без сплэш он особо бесполезен тот же титана вулкана смотрелся бы куда лучше но скорее всего у тимпойнтерс были резисты от него смотрим ребята и вот разные нет и пушки поэтому оружие смотрим как они себя поведут во втором да и вообще как смотрел от лапса деле двери цыгром о как красиво сейчас пять сразу и включили овердрайв это так и сразу пять миночек нет внутри по моему миночки всего лишь осталось потому что там клоточки они остаются так красиво это ром включить овердрайв молодцы это значит что они серьезно настроены и даже таком не самым сложным соперники не расслабляются это хорошо ну как-то раунд интересно начинался потом тимпойнтерс где-то с пятой минуты что прошло не так видимо у от локс и тимпойнтерс не оставили шанс ну думаю сдались а до этого когда в самом начале давали фору на двоечка ну я думаю тут при одевании зарешали скорее всего тимпойнтерс подстроились под игру противника там надели какие-то резисты а вот лавз быстро не смогли выбрать нужное вооружение я думаю как-то так ну да скорее всего ты прав но все равно истории мы не узнаем не нам не расскажут посмотрим да промокоды конечно же будет будут розыгрыши будет отлично промокодики наши игроки зрители очень любят промокодики быстрыми пальчиками вводить их ну вот сейчас тимпойнтерс набивают овердрайв как-то аутоловцы на это забили а зря как-то выходит заходит посмотрим драйв конечно очень много решает как помогает в игре и слаженное слаженные действие тоже всегда потому что включить фулку одновременно всем минимум троим сокомандникам это было бы очень нужно ну как-то чуть-чуть подзабили ну посмотрим осталось всего-то 20 секунд кстати большинство матчей уже сыграно у нас и почти все победители известны осталось только буквально две игры это вот лосс тимпоинтерс который мы смотрим и и суицей сквад против фэмили они будут играть в 22.00 собственно на этом все посмотрим вот и за второй можно сетапы сразу посмотреть его от лосса я вижу молот изида огнемет вулкан смока рельсы и твинс причем титана твинс на... ну да у нас твинс на титане а какой еще тяжелый корпус я вроде 2 видела да? ну да а вот титана вулкан да титана вулкан он вот респанулся только вот хорошо работает приз он джигу прям обходит она замораживается значит что не может сделать посмотрим сейчас как-то поактивнее как будто бы сейчас игра началась ну а вот лосс да они как-то да в принципе это нормально просто там вот к примеру разница в сетапах есть тимпоинтерс выбрали фриз а их противники жилку вот так вот не знаю почему и вот рикошет имеется у тимпоинтерс а молота нет к примеру не знаю с чем это связано ну вот а ладно ну да может какие то у них свои соображения в которых мы не введены в курс делов поэтому давай посмотрим как они будут играть как они будут действовать посмотрим может и вот сейчас вот джига как раз таки жжет там в кучке и сжигает своего наверное добью ты такая опасная максе вот вырывается на точку е будет ее отбирать а вот фу ю как-то на это все равно мог бы он остаться и точку ето не дать максе перехватить ну я думаю сейчас точку е как раз таки и вернут там вот еще респ третий максе отъезжает в принципе посмотрим добьет наверно борьба за точку д но идея не знаю насколько там справиться с титаном вот помог ему пулемет но если я так понимаю он поменял наверно резист максе да он одел смоку твинс и лесу и был он скорее всего в другом ну раз он что-то поменял то это явно не максе он этот на рельсе он и был если я правильно помню да это это стопроцентная инфа тут я согласен с тобой соответственно соответственно изменил резист но это хорошо вот а вонт ю тоже поменяет резист играет он за олд лобс и видимо он меняет тоже одевает енота также остается на рельсе я так предполагаю но у тимпоинтерс много резистов от рельсы как минимум два так что так ну два точно я вижу ну посмотрим значит как-то испугал их изида ой рельса что они поедевались в последнее время мне очень нравится играть на смоке что вот тут рулит иногда рулит иногда ну смока от ситуации знаешь если много резистов то она уже не рулит так что в этом конечно есть проблема у нее но вот вонт ю правильно все делает он не едет в центральный замес и уезжает на точку противника которую они не защищают и пытаются ее отбирать ну пока чисто позиционно тимпоинтерс переигрывают своих противников по передвижению по карте я соглашусь с тобой потому что вот сейчас коды сейчас бы овердрайв давай ну вот овердрайв это уже у тимпоинтерс нету и у олд лобс тоже их не имеется значит они их уже юзли а вот тимпоинтерс все поехали на точку д а вот вонт ю и по ю интересно некий у ребят захватили точку б и а в итоге но вот пытаются пытаются они не бороться с тимпоинтерс в лобовой а я в надежде их как-то бегать за счет хитрости ну хитрости и вот сейчас по счету даже видно что борьба такая идет что разница в три очка в принципе она ничего особо не значит их можно вернуть в легкую мне кажется поэтому посмотрим вот сейчас точку д три кабину две уже кабины там изида помогает я думаю что сейчас в принципе они поедут на точку е они с легкостью захватят но нет в основном борьба идет за центральную точку точку c ну вот как то пока пока тимпоинтерсы выигрывают но мне нравится как вот лобс пытаются их растягивать смотри вот эти передвижения в попытке отобрать те точки которые незащищенные это интересно а ты что то ребята выработали какую-то тактику нет я хотела заметить что ребята не ездят в одиночку на точку то есть никто не захватывает точку 1 что они ездят вот два корпуса точно всегда когда даже сама играю на точку мне всегда нравится чтобы ездить захватывать потому что так тяжелее если ты едешь один и нет никакой помощи вот сейчас точку а захватывает сразу три кабины так же как и точку д они ездят может быть они как-то выработали по часовой стрелке ездят в очереди точки захватывает ну да ладно посмотрим чисто предположение ну благо счеты держатся буквально минимально это должно позитивно сказываться на аутлосс потому что в прошлом раунде они очень быстро начали проигрывать десять очков и больше да да я так думаю что их подбадривает их дух и они рвутся победить поэтому вот осталось буквально три минуты три минутки тут довольно таки мало все может еще измениться да смотрим 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 замес на точке б такой интересный смотри да и на точке а и на точке б сейчас какими-то микрогруппами все разбились да 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 сразу с респов уже прям несутся мне кажется даже на усыне они быстрее поучаствуют в этой бойне мне еще нравится что Макс я на рельсе правильно отыгрывает он не пытается идти в какой-то контакт а старается отстреливать издалека ну правда тут на точке ты уже сам к нему приехал также овердрайвы вторые появляются я так понимаю будет интересная концовка так как вот лосс выигрывает восемнадцать шестнадцать круто покатался успел покататься Макс я сверху на танке посмотрим мне нравится как работает изида что не ездит убивать что она выполняет чисто свою функцию это вот лечить лечит лечит она тяжелый пус да смотрим разрыв минимальный осталось буквально меньше полутора минут смотрим спиннадцать девятнадцать пире очка разделяет сейчас уже сейчас красиво вот овердрайв красиво а вот а вот а вот только один овердрайв осталось и тяжело будет как-то концовки раунда его уже нету я тебе больше скажу уже уже проюзал да уже проюзал но амар вот и афк захватывает точку ц правда на точке е у них аналогичные проблемы а ветис будет умирать тут точка б будет уходить под контролем от ловс ну тут скорее всего темпойнтерс даже не дожимать точку ц вот уехали и не захватили бросили ее потом поехали на точку б а точку б тоже не захватили и точка ц снова осталась нейтральная как-то не очень концовку и так далее а вот ловс сегменты надо доигрывать моменты до конца а так это поинтереснее раунд вышел чем первый так поактивнее прям очень интересно мне понравилось порой с до конца ребята это радует молодцы дать им должное молодцы до конца не сдаются до последних секунд но вот если сейчас будет ничья почти блин это было бы очень эпично вот если бы точка ц я думаю осталась бы красная а не то возможно 22-22 было бы счет я такая думаю блин как-то ты вяло ты респуешься давай быстрее 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 молодцы вот ловс дали хороший бой тимпонтерс в этом раунде проблема цп 7 на 7 в том что очень тяжело следить за переодеваниями команд это надо как-то слишком слишком жестким быть для этого я как-то не успеваю знаешь по лайту знаешь комментируешь такой смотришь правый верхний угол закрыл и отлично карта смотрится отлично да я согласна потому что ребятам может быть у них есть какой-то куратор который это все там вот командир там который все это курирует вот это переодеваться еще нужно как-то соображать разбираться в этих всех защитах какую нужно одеть в какой момент там в каком набор там от каких пушек побольше и все ну вот то что здесь нет магнума лично для меня это меня это радует потому что сейчас очень много магнумов вот в игре и защита вот всегда куда бы я ни ходила ну у меня есть двадцать процентов мне полегче а вот так когда захочешь конечно магнумы так прям достают но то что их здесь нет это прям радует ну магнум мне кажется еще так же как вот и страйкер что еще нужно уметь потому что или как-то сообщать особенно если страйкер что ты там собираешься выстрелить иначе можно снести половину своих наверно ну страйкера мы сегодня с тобой еще не увидели но он как-то блеклым оказался ну да я имею в виду активно никто не юзал вот смотри набивают набивают вердрайвы ребята стараются ну джокер там что-то стоит ну теперь заход ну если мы уничтожили ну магнум тут был бы слишком мбовой пушкой объективно особенно мпкшный который ну вот на точку c попадает магнум а там замес 5 на 5 и нету просто никого вообще на этой точке с одного выстрела тем более резист от магнума он не самый популярный надо отметить и это тоже ну сейчас пытается там борьба какая-то 1 на 1 за точку D но отжали отжали сейчас там за центральную ну это пока не очень интересно они так разъехались вольяженно посмотрели что и как там у противника сейчас будут думать видимо пытаться переодеваться но вот сон играет на вулкане это правильное решение он играл первый раунд на громе на титане и понял что это не очень вулкан куда больше и лучше заходит чем его гром вот мне всегда было интересно вот те которые есть команды которые играют там не первые какие-то там турниры все у них есть игроки которые играют только на определенных пушках или все универсальные вот ты больше знаком может быть ты как-то подскажешь мне вот такой вопрос они все универсальные то есть в принципе может одеть любую там пушку играть там любой корпус или кто-то там например кингует там на громе там супер он играет но на цп это не решает вот раньше ну раньше в старые времена да там брали иногда в медиум особенно конкретных игроков которые ну понятное дело на громе надо хорошо отыгрывать это не в формате цп когда очень компактно все там ну допустим в медиуме без расходки там если ты громом сбил прицел той же рельсе да это решает а тут что на тебя едет вон оветис на титана рели фу вов и сбил ты ему и не сбил какая ему разница ну да в принципе я в танке он да он большой и толстый и под наркой у него все отлично да урон по своим включен в этой битве из-за этого я думаю гром тут не очень хороший как и страйкер и магнум магнум в принципе запрещен а 11-1 пока мы тут деловые беседы ничига себе как мы с тобой заболтались смотри очень неожиданно как-то да так резко оторвались я так думаю сейчас до 5 минут можно в принципе даже не вникать сейчас они будут перетаскивать туда-сюда очки на себя как-то так расслабились смотри 12-2 вообще это прям меня ребята сейчас удивили 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 я тоже немного удивился и не совсем понял в чем проблема как-то так все ну а вообще мне казалось что у Outlaws всегда две точки было под контролем но видимо нет 4U пытается с максы перестреливаться кстати максы гром одел я думаю из-за того что слишком много резистов от лица было у Outlaws я не очень много их вижу 3 вроде как максы вышел из карты видимо решил пойти менять свою пушку так как-то так быстренько смотри А и Б вообще в принципе не трогают борьба идет за ЦЕ и Д то есть А и Б занялись сейчас допустим не знаю не знаю как-то вот уже 13 9 как-то так какие-то качельки посмотрим overdrive я вижу много и все давайте юзайте их ну нет там вот у аветисы есть у зика также имеется overdrive я думаю они сейчас вот заюзают да первый пошел на троих и где-нибудь в центре сейчас они подъедут кстати вот лопс также на троих раздали overdrive и у у 4U есть еще овер ну вот уже и счет изменился мне нравится контроль дропов так ребята собирают вот у меня есть аптечка давай вот зачем взяла изида а ну чтобы противник не взял все правильно вот ну что то сравнялся видимо мы обратили внимание на игру и команды решили надо сравнивать может быть они нас слышат или кто то там пишет ребята давайте тут комментаторы так шокировались с вашим счетом особенно аутлаус который по-русски не понимает ну может быть это и понимают ну не знаю что по поводу этого можно сказать ну вот кинков тп захватывает точку а амар будет бороться с имейджем за точку б думаю тут амар должен выигрывать все таки а ветис кстати переодел рельсу одел вулкан пословно там пословно просто уничтожился макси тоже скорее всего переоделся или нет он просто перезашел ничего не стал менять в своем сочетании ну есть только резист новый отдел ну опять счет такой какой-то неопределенный в принципе 3 очка 4 минуты сейчас еще под конец поменяется посмотрим ну пятнадцать двенадцать это конечно не преимущество десять очков и все можно камбэкнуть если хорошо хорошо поменять свое вооружение если это надо конечно возможно все ну вот титана рикошет я некоторое сочетание вообще не понимаю как можно играть на титана рикошет что это такое что это такое для чего это очень странно это же не полигон цп поменялись макси он там катается с овердрайвом на грамме и в принципе мне нравится как он играет интересно он играется сплэшем или нет это очень мучает меня этот вопрос ну можно после игры спросить у него надо будет узнать да да потому что мне тоже стало интересно потому что он прям так хорошо он справляется и именно едет на рейс по противника и там уже бьет чтобы своих резист макси кстати поменял надел его джигерельсы и громы ну вулкан ну пока не сильно меняет свое вооружение вот только титана рикошет появился какой-то непонятный который мне не ясен а фу юр что-то поменял что надел интересно не знаю вот хочу посмотреть кстати викинга твинс в скале он надел в скалах очень клевый ну такой мне вообще не нравится скала там нету твинса у противника только фриз и зида а вот максе и еще его нападник как же зиг вроде как они два грома одели а вот от грома как раз только один резист это пикассо ну посмотрим сейчас смотри точку ц я так думаю они отожмут они там втроем в принципе мод убил убил второй в комментировании оглянуться не успели и уже разница в шести очков посмотрим ну меньше двух минут осталось равняет или ведут на ничью ну не знаю не буду загадывать ну я думаю тимпоинтерс выиграют хотя мне бы хотелось четвертый раунд посмотреть я так редко мы видим формат цена мне кажется будет ничем посмотрим как это все повернется ну пока тимпоинтерс почти пять точек отжали вот д захватит ну а отобьют у них аутлокс надо кому-то сразу ехать на точку д где и вот автор уже выдвигается туда а вот а ведь лбдж и кинг-коп-тп неправильно я считаю сделали а ну правда автор каким-то замысловатым просто кругом проехал на точку ц ну амар тоже приехал туда на своем молоте тут рельса вот он дает сквозную и твоего амара тоже как-то не знаю как-то он так дал сквозную но он наверное посчитал что лучше прострелить двух противников и своего не знаю я думаю это обычно случайно ну все-таки формат цп с роном по своим ребята могут поиграть только на тквсках и тут больше я думаю в рандоме нигде такого не встретишь остается 20 секунд и тимпинтерс вот выиграют за 20 секунд столько очков не набрать нет конечно тебе вон говорят что без плэша гром без плэша без плэша рона вот так вот так что можешь не спрашивать кто мне это сказал я где когда когда сейчас я тебе говорю а это ты мне сказала я думал тебе макси уже написал нет я еще не успела так закончили ребята молодцы как тебе понравился формат цп 7 на 7 да для меня это довольно таки новый формат такой интересный ну это такая динамичная игра скорее всего тем более с прокачками с овердрайвами мне понравился честно очень я бы еще посмотрела и буду смотреть и покомментила бы ну ничего может еще какие-нибудь да мы много будем показывать на самом деле у нас была трансляция на 8 часов но к сожалению наш второй оператор опоздал мы будем пробовать по 4 для вас боя в день показывать когда у нас будет свободны два оператора но мы сейчас уходим на паузу потому что у нас вторая трансляция я так понимаю не вот уже закончена но надо все это сообразить на один стрим собрать всех воедино обмозговать и тогда все мы вам разыграем и и